Здравствуйте! В Туле время новостей. Меня зовут Светлана Мулыкина. В ближайшие несколько минут коротко расскажу об основных событиях текущего часа. Об отсутствии прямого рейса от микрорайона Левобережной до завода Тула-Чермет пошла речь на очередном оперативном совещании в правительстве региона. Губернатору Алексею Дюмину доложили, что жителям приходится добираться до мест работы через центр города с пересадками, что увеличивает время в пути. В настоящее время вопрос прорабатывается. Городские власти устанавливают, достаточно ли пассажиропоток для запуска нового рейса. Маршрут будет включен в планы на 20-й год. В утренние часы, когда люди едут на работу, они опаздывают. А знаете, если бы я был уроком предприятия, я бы штрафовал. Их штрафуют. Они невиновны. Точные данные мы к лету, как нам Мосгуртранснии проект обещал, мы получим. Исходя из этого, мы точно будем знать с учетом всей аналитики, работающих на предприятии. Мы туда включили в техническое задание, соответственно, развитие территории. Более 9 тысяч квадратных метров территории возле центрального рынка Тулы планируется благоустроить. Сейчас сотрудники администрации в основном сносят бесходные строения и принуждают собственников отремонтировать фасады зданий. Подробнее об этой работе расскажет Илья Логинов. В начале недели прилегающие к центральному рынку улицы превращаются в пустошь. Практически все магазины и палатки в радиусе 200 метров закрыты. Некоторые здания и вовсе давно заброшены. Их владельцев найти крайне сложно. Сотрудникам же администрации это сделать необходимо. Из 174 строений только по 20 нет нарушений. К внешнему виду остальных есть вопросы. Где-то по граффити, а где-то неуместная реклама или вовсе дыра в стене. Устранять эти проблемы должны собственники. Всего на соседних с рынком улицах 146 зданий, которые имеют своего владельца. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации Тулы. С целью установления собственников зданий были направлены запросы в управление Росреестр по Тульской области. В настоящее время ответы получены. И сейчас с целью установления мест регистрации собственников на постоянной основе направляются запросы в подразделение адресно-справочной работы у МВД России по Тульской области. То есть это нам нужно для того, чтобы в последующем выдавать требования и понуждать уже собственников. Приходится искать также собственников нестационарных торговых объектов. Вокруг рынка их выявлено 12. Сейчас ведутся поиски трех владельцев. Кроме того, два павильона уже демонтированы. Еще два только планируются. Пять палаток будут снесены принудительно. Их собственники это знали. Об этом говорит извещение, которое висит на стене павильона, где крайний срок указан 17 февраля. Добровольно владелец постройку не демонтировал. Теперь объект снесут принудительно. Такая работа по очистке улиц ведется с декабря прошлого года. Снесено 211 надворные постройки. Удалены и вывезены 82 аварийных дерева. Это американский клён, отмерзшие ясени и яблони. Отсортировано и вывезено 1980 метров кубических строительного мусора и досок. Удалена поросль на площади 4000 квадратных метров. Распланировано 9300 метров квадратных территорий. Вывезено 140 автопокрышек. Пока было выдано только 4 требования по приведению фасадов в нормативное состояние. Собственники должны выполнить ремонт до 15 мая. Если они это не сделают, сотрудникам администрации придется обратиться в суд. Работа проводится по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова. То есть, если требуется на подачу в суд столько-то времени, на то, чтобы там приблизительно сроки рассмотрения суда и прочее. И чтобы мы понимали, блокировать объект не надо. По каждому объекту там адресный перечень, один объект, который входит в определенную категорию. И таким образом мы поймем, к какому сроку у нас все это получится. Всего на соседних в центральном рынком улицах выявлено 11 объектов культурного наследия, которые нуждаются в реставрации. 23 здания с нарушением по содержанию фасадов. 32, где есть недочеты касательно вывесок и рекламы. И еще почти 40 прочих нарушений правил благоустройства. Глава администрации поручил сформировать дорожную карту, чтобы определиться со сроками выполнения работ на всех этапах. Илья Логинов, Андрей Ремезов, новости Тулы. У подъезда жителей дома 111 на проспекте Ленина встречает некто в противогазе. Необычным арт-объектом люди привлекают внимание к яме, которая образовалась перед выходом из дома. Асфальт обвалился и ходить стало опасно, особенно в темное время суток. Анна Молодцова продолжит тему. Выйти из подъезда и встретить на пути нечто в противогазе – не самая плохая ситуация, которая могла произойти с жителями дома номер 111 на проспекте Ленина. Объект народного творчества предостерегает от опасности. Жители любыми методами пытаются обезопасить себя от глубокого провала грунта, который образовался здесь накануне, считая, что путем такого привлечения внимания в яму никто не угодит. Как считают жители, проблема лежит не на поверхности, а гораздо глубже – в подвале. Его не один год подтапливают сточные воды, разрушают фундаменты, стены, а теперь провалился и асфальт. Яма образовалась, да. Мы ее заткнули так, чтобы туда никто не упал. Как вы думаете, если ничего не предпринимать, каким последствиям дальше будет приводить? Ну, я думаю, что это все пойдет дальше, рушится, и вплоть до разрушения дома. Жильцы обращались в управляющую компанию. Специалист выходил на место и обещал заделать яму. По поручению директора Липенцова Андрей Львович по проспекту Ленина, 111, по поводу провала асфальта, устранить провал в течение двух дней. Дополнительных мер для укрепления фундамента и подвала пока предпринимать не станут, поэтому с возможными проблемами жители будут бороться своими, пусть и нестандартными методами. Анна Молодцова, Игорь Щепотьев, Новости Тулы. Два матча подряд проиграл Тульский арсенал на третьем тренировочном сборе в Турции. В пятницу канониры уступили белорусскому торпедо «Белаз» накануне Кайрату из Казахстана. Встреча закончилась, со счетом 2-3 у арсенала отличились Бакаев и Мирзов. Красно-желтые проведут в Турции еще один матч с казахским клубом «Актобе», а затем вернутся в Россию 2 марта. Команда проведет первый официальный матч в этом году. В рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Тулики» встретятся с московским ЦСКА. В Тулу приехал известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидович. Вооружение столицы. Он снимет очередной обзор на автомобиль, на этот раз «Ламборгини Урус». Минимальная цена такого кроссовера составляет 15 миллионов рублей. В городе блогер пробудет несколько дней. В среду он встретится со своими фанатами. Ожидается, что навстречу придет несколько тысяч человек. Накануне блогер уже попробовал автомобиль на тульских дорогах. Я смотрел на бордюры, я смотрел на количество мусора, я смотрел на количество снега, я смотрел на качество дороги, по которой еду. Я тут был лет 5, наверное, 6 назад. Но это было… Вот сейчас это небо и земля. Ну, объективно. Бордюрчики, четко все. Мусора нету. Мне даже в темноте понравилось. К этой минуте у меня все. Более подробная картина дня на нашем сайте tsn24.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова